Приветствую вас и отвечая на вопрос о том, почему ребенок ведет себя так, как вы описываете, я бы сказал так. Либо ему очень не хватает внимания и не хватает чувства собственной значимости, либо он избалован вниманием и теперь он получается меньше того внимания, которого он получал ранее и, соответственно, из-за этого и возникает то, что вы сейчас имеете. Вопрос о том, какие методики проводить, чтобы увидеть причины, для выявления причины. Можно рассматривать так. Соответственно, если ребенок недополучает внимания, то, соответственно, это анализ вашей семьи в целом. Ну, анализ вашей семьи и отношения между ее членами нужно проводить в любом случае, потому что, надеюсь, вы понимаете, что вот так пока, вообще говоря, не очень понятно, как бы, откуда начались эти проблемы. Это значит, нужно анализировать отношения между вашими членами вашей семьи. Второе. Если у ребенка действительно нехватка внимания, именно нехватка внимания, то поведение членов вашей семьи необходимо подкорректировать так, чтобы давать ребенку то, что ему нужно. Вполне возможно, что ребенок таким поведением защищается от чего-то, что ему не нравится, от чего-то, что его напрягает, от чего-то, что заставляет его нервничать, переживать и так далее. И тогда нужно найти первопричину вот этого вот раздражающего фактора. Наконец, если ребенок, если ребенок избалован вниманием, то есть если у него было всегда очень много внимания, но теперь этого внимания стало меньше, то тогда и в таком случае вам необходимо применять более такие вот строгие модели, взаимодействие с ним, но опять же нужно, чтобы, нужно делать это грамотно, нужно грамотно доносить ребенку, почему вы это делаете, для чего вы это делаете, что вы хотите этим добиться, и на самом деле будет лучше, очень-очень лучше, если это будете делать не только вы. то есть будет лучше, если это будет делать, например, отец ребенка, потому что именно у отца есть, значит, ну я так понял, что у вас мальчик, значит, у отца будет к нему более лучший подход, чем у вас, ну и, соответственно, проще будет найти общий язык именно отцу, то есть задача отца показать ребенку, что то, как он себя ведет, если это действительно следствие избалованности, а не чего-то другого. задача отца воспитывать в ребенке более, ну такое вот, зрелое, более адекватное поведение, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, и ребенку уже нужно прививать чувство ответственности, то есть, вполне возможно, что если, особенно если вот он один, особенно если у него нету, да, сестер, то он просто привык быть в центре внимания, и это, конечно, очень-очень серьезно мешает, очень серьезно мешает адекватному восприятию себя ребенку. То есть, он не понимает, он не видит, не видит грамотно, адекватно, полно себя в мире, в окружающем мире себя он не видит. И, соответственно, чтобы это произошло, нужно, чтобы кто-то ему это донес, кто-то ему объяснил, и так далее, и так далее. Вот, собственно, это вам и нужно сделать. Это вам и нужно, этим вам и нужно озаботиться. Я полагаю, что проблема в любом случае во внимании, проблема в любом случае в ощущении собственной значимости, а там же дальше можно будет, собственно, разбираться, действительно ли в этом проблема, или за ней что-то стоит. Потому что, ну, вот так, пока говорить, предполагать, я думаю, достаточно безосноват. Можно более детально, более подробно рассмотреть проблему, и тогда будет понятно. Может быть, потребуется обратиться к детскому психологу, именно ребенку. Ну, я думаю, что можно решить эту ситуацию с собственными средствами, через корректировку вашего поведения и вашего отношения к ребенку. Но прошу заметить, что ребенок, это, конечно, как бы, такое зеркало проблем внутри семьи. Поэтому, если есть проблемы какие-то внутри семьи, то, скорее всего, они на него влияют, на ребенка, и надо будет решить их. Вот это, в первую очередь, работа с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!